Приветствую вас, дорогие садоводы и огородники! О себе хочу напомнить, что я проживаю на северо-востоке Подмосковья. Много лет занимаюсь выращиванием коллекционных сортов томатов и продажей их семян. Часто приходится читать такие публикации и смотреть ролики о том, что получить такую рассаду легко и просто. Какими-то волшебными капельками можно достичь такого результата. А еще какими-то такими несусветными приемами. Но, девочки, обманывать я никого не хочу. Такая рассада, она сама по себе имеет генетически такое вот строение. А вот такая рассада, она также генетически сама по себе имеет такое строение. Вот этот экземпляр называется КАЗ-21. Вы видите, это индет, высокорослый. Стебель у него вполне соответствует стандартам. Его никак не сделаешь меньше или больше, если только его отрезать и укоренить. И он все равно будет повторять свои прародительские гены в нем будут. И он будет повторять опять же вот такой вот рост. Что бы ты с ним ни делал. А это растение, это карликовый дно черемока. И вот у него вот такое строение. Толстый стебелечек, низкий. И что бы тут с ним ни делать, он уже другим не станет. Но какие же факторы могут нам помочь сдержать рост растений, томатов. И сформировать их компактно. Даже вот это растение было высажено в начале марта. А сейчас уже у нас 5 мая. И вот хочу сказать, что для такого возраста растение достаточно компактное для индета. И какие тут факторы сказываются. Достаточно, чтобы было светло. И наша рассада, она не будет израстаться. Она будет иметь такой вид. То есть вот сейчас я ее вынесла в теплицу. И ей хватает света, ей хватает тепла. Она вырастает компактненькая. И приземистая, красивая рассада. Если же у нас нет возможности обеспечить хорошим освещением, то нужно помнить о том, что температуру помещения нужно снижать. Это также будет заставлять растения немножечко притормаживать в развитии. Еще какие факторы могут повлиять на формирование компактного куста. Вот здесь вот у меня, вот в этом ящике, растения высажены тоже. Вот видите, большие, тут по 2,5 литра у меня самокрутки. И у них, когда пересаживаешь томатики с пол-литрового, предположим, стаканчика, вот в такие самокрутки, у них сразу перераспределяются силы. Они тратят свое внимание на наращивание корешка, замедляется рост стебля. И если еще к этому добавить, их немножечко разодвинуть друг от друга, то есть дать им пространство, чтобы они не конкурировали между собой, это еще больше затормозит рост основного стебля. Но здесь у меня также вот гномы, они сами по себе такие очень компактные. А вот что касается индетов, вот этих сортов, вот тут у меня, к сожалению, некуда мне особо их сейчас расставить, потому что заморозки у нас, и я их приходится вот укрывать под тряпочками, чтобы как-то сохранить, не поморозить их. А вообще-то даже вот, значит, если их расставить, дать им больше места, чтобы растения не затеняли друг друга, не конкурировали, они сразу же приостанавливают свой рост. То есть свет, температура, расстояние между растениями, все способствует гармоничному развитию. И то, что пытаются какие-то недобросовестные товарищи говорить о том, что с помощью каких-то эликсиров или капелек можно приостановить и добиться вот такого вот ствола, это все сущая чепуха. Не верьте этому, это неправда. Если кто хочет такие сорта, то их нужно высаживать. Допустим, штамбовые сорта томатов, они не склонны к перерастанию стебля. Ну и опять же, учитывая вот такие вот несложные агроприемы, можно добиться вполне компактной рассады. И также не спешить со сроками посевов. Потому что надо помнить, что в любом регионе свои сроки и как бы исходить уже с тех условий, в которых мы проживаем, а не слушать. Борой, читаешь комментарии вот у других блогеров, и там задают вопросы, а когда вот мне посеять, а когда мне посеять. Ну откуда же может знать блогер, когда кому сеять, если каждый проживает в своем регионе, и вот этим природным условиям, в которых он проживает, он и должен от них отталкиваться и никого не слушать. Так что вот, мои дорогие, не забывайте об этом. Помните, что в Подмосковье обещают заморозки, значит надо утеплять свои теплички, утеплять свои посадки. Вот мы будем сегодня еще и пленочку поверх укровного материала накидывать, все щели конопатить, что только можно. И вот таким образом, мои дорогие, будем дожидаться уже, когда же настанет тот момент, когда мы их уже высадим наконец в тепличку. Но я не тороплюсь это делать, и не советую вам высаживать очень рано, еще пока что не надо. Если теплица не обогревается, лучше, девочки, не рисковать. Всего вам доброго, до новых встреч!